Первое января близко, мы посмотрим на динамику. Поэтому вы на меня не обижайтесь. Это кадровая политика, но должен вам сказать мужики следующее. Кобяков уже свое получил за то, что освобожденных от должностей пересадил несколько человек. Всего их сотни освободили, но несколько человек попали на теплые места. И когда мне доложили, ай, ладно, я говорю, не ладно, вместе с ними пойдем. Он их пошел и повыгонял всех. Если директор моторного завода сегодня слесар, значит он пойдет работать слесарем. Или бригадиром слесарем. Если Владимир Ильич конструктор, он пойдет работать слезоходщиком. Конструктором. Понимаете? Теплых мест, а не дай бог коммерческих структур для вас не будет. Потому что эта коммерческая структура будет уничтожена мгновенно, если они возьмут на работу без моего ведома, моего кадрового реестра людей. У меня нет другого выхода. Или вы работаете, вытягиваете струнку и даете результат. Или вы уходите туда, где вы можете. Вы производите трактора, автомобили, Белазы, Мазы и прочую дребедень. Везите, продавайте и живите на свою валюту. Никакой девальвации под промышленность и экспорт не будет. Но это уже проходило. А что касается поддержки, вы правы. У нас есть это. Почему возим и создаем условия для завоза сюда импорта и льготные условия? У нас свои холодильники. Зачем нам льготные условия создавать для ввоза холодильников из-за границы? Больше скажу. Наши люди сегодня нас все критикуют. Бедная, нищая страна до трех миллиардов в год вывозят за границу в Евросоюз и провозят барахло, которое мы тоже выпускаем. Так вот, я им давно поручил. Вплоть до того, что выезжаешь за пределы, за этим барахлом, не барахлом, не важно. Заплати выездную пошлину. То есть заплати деньги за выезды, это будет так. Мы тебя на границе обслуживаем. 100 долларов сноса, плати и едь за границу. Тогда он придет в наш магазин и купит холодильник его, а не будет тащить с Евросоюза это барахло сюда. Мы были бы заинтересованы, чтобы Китайская Народная Республика создала здесь, в центре Европы, мощный медиахолдинг китайский. Для того, чтобы вы могли с этой территории работать, если вас интересует, на Европу, на постсоветское пространство. Но нас больше всего интересует, чтобы вот этот мощный медиахолдинг, пусть он совместный будет, или чистый китайский, активнее работал на продвижение наших отношений, чтобы в Китайской Народной Республике более широко знали о наших намерениях, о Беларуси, о наших совместных инициативах, проектах и так далее. Ситуация в городе такая, что торговых центров нету. Один единственный торговый центр, и этот торговый центр диктует свои ставки, которые хочет. Значит, такая же ситуация сложилась у нас с центральным рынком. Как можно было взять, пообещать губернатору области, что мы зафиксировали, зафиксируем эту ставку, и взять это слово нарушить бизнесменам, я просто этого не понимаю. Документально. Документально подтверждено, что да, людям не будут повышать ставки до 1 марта, они берут, выгоняют этих людей на улицу, дабы опять получить лишнюю прибыль. Советы предпринимателей торгового центра сделали заявку на строительство своего торгового центра. Причем заявку сделали по всем требованиям, которые выставил нам обыск полков. Весь пакет документов уже отдан. Я, Змитер, беру тебе, каханая Настышка, за женку. Я, Наста, каханая Змитер, беру тебе за мужа. Я обещаю тебе быть верной в счастье и не в счастье. Все это ради вот этой любви, ради вот этого дня, все они страдали и мучили. Мы с Настой вось прахэты сегодняшний день марли у камеры сезака ДБ. Коли мы с Ёй лажали на суседних шконках, и я на вельме, вельме переживала за Димку. Казала, хоть бы я го выпустили, хоть бы я го выпустили, я б тады сядела спокойно. Я обещаю вас мужем и женкой. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ!